Самовыгул домашних животных запретили, закон об этом приняла Госдума. Без присмотра хозяев питомцы теперь не могут перемещаться по проезжей части, в лифтах и во дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках. Самовыгул, согласно закону, возможен только в специальных местах, одобренных органами местного самоуправления. На улице отпускают собак самых разных пород, и зачастую животные остаются предоставлены сами себе. Эту очаровательную малышку любят многие жители дома на Мозрукова, 21, и ласково называют Рыжули. Познакомились они с ней давно. Собака находится на Самовыгуле. Целыми сутками она может кружить по двору, лаять, чтобы ее пустили в подъезд, и также сидеть часами у квартиры, в которую ее не пускают. Скорее всего, ей хочется пить и есть. И когда ее пустят домой, неизвестно. Такие случаи в нашем городе не редкость, признается депутат Дмитрий Авдеев. Невозможно предугадать, как поведет себя животное, встретив прохожего. Также зачастую питомцы прибиваются к бездомным животным, поскольку свободного времени на улице у них остается много. Вот только отследить, кто именно нарушает закон и чей питомец блуждает на улице, сейчас непросто. Существенно упростили бы процесс поиска хозяина, обязательная регистрация животных и чипирование, считает Дмитрий Авдеев. «Подъезжает ответственное лицо, смотрит в стае находится. Если там в этой стае находятся животные без бирки, то есть оно не прошло программу СВВ, значит это животное либо не прошло программу СВВ, но оно безназорное, либо оно хозяйское. Оно отлавливается, потому что они прекрасно идут в руки домашние животные, сканируется чип, находится хозяин и он наказывается. Два-три наказания и больше это животное не появится на улице». Регионы могут организовать пункты для размещения отловленных животных, где собаки и кошки будут находиться до тех пор, пока владелец не заберет их и не получит квитанцию об оплате штрафа. Контролировать содержание домашних питомцев в таких пунктах временного размещения будут общественные инспекторы Росприроднадзора, которыми имеют право стать любые граждане.